пришло время поговорить об искусстве так сказать о прекрасном как же у меня подгорает всю жизнь когда я слышу это слово искусство слышали а еще может быть слышали такое может быть слышали когда вам говорят ой ты не разбираешься в искусстве вот не разбираешься не понимаешь в общем я люблю очень значение слов понимать так сказать вот прям вот глубинно и искусство я никогда не понимал и не пойму и сейчас я вам объясню почему начнем с момента когда еще искусство и самого понятия и вообще ничего в этой области не существовало но существовали какие-то люди которые что-то доделали они всегда что-то делают своими руками руки так у них удачно устроены что ли можно что-то делать замечали да все время куда-то они лезут ну вот и делали 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 они это своими руками и накопилось этих поделок у них до хрена но не берем когда еще там пяти кантропы бегали или там с палкой-капалкой уже берем какой-нибудь эпизод когда более-менее что они там соображали идут значит люди поняли что то что они делают это товар и его можно продавать а чтобы скажем так этот товар продавать надо его наделить какими-то сверх свойствами вот не просто это куча говна а искусство именно куча говна сейчас считается искусством что-то такое действительно интеллектуальное сложное это это ерунда это про научно-технический прогресс вот сейчас вот сейчас особенно я люблю зацепиться про зацепиться пройтись так сказать катком логики по изобразительному искусству вот встречался я с художницей ох ребята запомните если вы познакомились девушкой и она художница разворачивайте ее спиной к себе и пинком под зад футбольным таким хорошим толку не будет никогда от художницы значит она мне все время намекала на то что я там что-то не понимаю и вот она такая вот везде она где-то далеко где-то вот даже вот космос слишком близко она еще дальше и помню она говорит наверное она смотрит может если посмотрит то вообще прям возненавидит меня что тут все это рассказываю в общем горит я тебе картину пишу ну отлично пиши мне картину я не против вообще просто великолепно мне никто из девушек чай-то не заваривал а тут картину пишет да супер я согласен ну вот ну вот я не совсем думаю что ты ее поймешь но горит но я тебе расскажу объясню что там ну хорошо расскажешь хорошо не то что я прям совсем тупой и то есть я смотрю вот в картину и ничего там не вижу и символизм я люблю и все 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 и как бы моя работа связана все-таки с каким-то нет нет там изображением чего-то да но у меня слава богу не мозг художника вот этого вот знаете вот которые вот где-то там все такое дымка везде такая вот дымка бреда везде так вот она вручает мне значит эту картину я смотрю на нее помню прям вот буквально с этого места вот так я смотрю на нее смотрю и наверное она в моих глазах видит не то что хотела увидеть при вручении вижу что она там у них я говорю ну а там в общем то ну все понятно что было изображено ну мне кстати мне понятно я потом эту картину другим людям показывал многие люди даже в принципе не понимали что на ней изображен ну так вот я говорю ну ты мне обещала объяснить теперь объясни что там по этой картине вообще глубина мысли то какая посыл какой ну что вы думаете нет два часа был вынос мозга есть камера шатается два часа был вынос мозга может быть три никакого объяснения естественно и все вот такое вот что я в общем не пойму глубины вот этой вот всей понимаете вот этой глубины вот этого посыла ну не понял я посыла в итоге отдал я эту картину многострадальную потому что после вот этого дикого выноса мозга я на нее смотреть уже не мог это была такая ремарка в общем хрен с ней так вот эти люди которые в древности они поняли что они делают подделки подделки вот запомните это слово все искусство это подделки не подделки а подделки вот лепка знаете вот в этом самом в детсаде детишки что нам делают подделки никто же не берет и не обзывает это искусство высокое искусство никто не говорит это подделки так вот когда эти детишки сами вот из вырастают из детского садика то они стремятся к тому чтобы то что они делали но если они продолжают этими поделками такими же заниматься там рисуют или лепят там или там не дай бог музыку сочиняют то они вот умри но хочу чтобы мое вот было искусством и каким образом то вообще искусство рождается вот возьмем какую-нибудь херню вот херня лежит вот рулетка искусство нет а как сделать из этого искусства знаете прям в три секунды можно сделать берете какую-нибудь снимаете галерею хренорею вот так вот делаете а вот так вот в середине комнаты белый хорошо освещенный такой стол виде куба стильного вот так вот это вот херня вот так вот лежит вот так вот или вот так вот или вот так вот может быть вот так в какой-нибудь может быть замудренный поте изображая пирамиду и уже народ подходит и смотрит на это и да как мы раньше не поняли это вот оно что и они во всем этом в этой херне начинают видеть искусство видят в этом искусство обычный народец с улицы а почему знаете почему он видит а потому что как бы взять и объявить что дачу придет в вася дачу не понимаю а где тут искусство это все это ему скажут да ты что ты ты дурак что ли ты что молчи тихо это искусство это сам какой-нибудь взынский сделал какая-нибудь обязательно желательно еврейская фамилия должна быть и и это сразу будет в разряд искусства глубокого высокого и сейчас такая тенденция чем значит меньше вот этих вот вася вот этих вот понимает это значит это выше тоньше искусство если вася подошел и скажу прикольно все это не искусство это говно искусство должно быть быдлу непонятно понятно только вот элите элита они сидят в этих институтах вот как моя художница их учат понимать искусство почему я решил этот ролик записать вот по поводу искусства как-то я обмолвился этой самой художницы что я не понимаю слово искусство и она мне дала лекцию умного мужика там два часа по моему он чесал рассказывал значит как раз про изобразительное искусство и там была аудитория и он видно подкованный во всех этих делах он им очень значит рассказывал подробно как понимать ту или иную картину вот как ее нужно понимать там грубо говоря вот картина сейчас вот возьму салфеточку вот картина и вот тут вот здесь шар шарик шарик просто однотонный вот так вот здесь и здесь и я помню он очень долго объяснял что это что это на хрен просто вообще это такое высокое искусство что вот просто вот капец какое оно высокое и вы знаете он объяснил это и я смотрю аудитория хавает это никто не станет и не скажет да что ты мать твою несешь то вот никто все сидят еще станут какие-то вопросы такие ему задают умные и он так умно на них отвечает я понял что вот вот если там из этой аудитории ни хрена никто ничего не понял то все признаются что они все поняли и не дай бог ты что как это не понял я же теперь понимаю почему вот эти вот три точки или там три шарика на белом фоне это высокое искусство потому что нам два часа это объяснял дядя умный дядя умный не зря зарплату получает он это объясняет так я так я так вот понял что если ты с ним не согласен значит и дурак а кто возьмет и сам признается в себе да я дурак и ничего не понимает нет никто не хочет быть дураком и все там вот с ним согласны в общем он там нес дикую бешеную ересь два часа и я не знаю но я когда вот все это посмотрел я прозрел я понял что искусство искусство не существует никакого есть поделки есть поделки скажем так одного качества вот вот возьмем поделку одного и того же качества но разных людей и один человек как-то вот знаете вот подошел в эту тусовочку знают его там там может быть в каких то я не знаю каких как у них там эти клубы называются где они вот голосуют что это искусство а это не искусство но вот как знаете у ученых они голосуют вот эта теория она как бы имеет место быть а вот эту теорию мы значит закопаем а автора высмеем будем высмеивать всю жизнь вообще не дадим ему роста если вы не знаете то вся наша наука и и строится вот на таком говне уж ладно про наук я не буду проект про искусство сегодня вот у меня набросочек я на экране оставил какие у нас есть стиле в изобразительном искусстве вот если бы я был бы педагогом изобразительного искусства я бы естественно не говорил нормальным мужским каким-то брутальным голосом а я бы был такой утонченный но вы знаете обязательно то есть если я в искусстве если я там что-то где-то каким-то боком к нему то обязательно я вот так вот должен гнусавить и быть желательно пидором так ренессанс манер изм классицизм барокко рококо романтизм неоклассицизм чё там импрессионизм пост пост импрессионизм вот так вот модернизм кубизм дадизм сюрреализм авангардизм я полагаю что здесь не не весь и перечень вот этих прекрасных красивых слов с измами наверное это какая-то часть и еще в тысячу раз больше мы сможем это же самое наблюдать например в музыке или в скульптуре и в еще хрен знает каком искусстве вы знаете что сейчас если то есть вы в гугле зададите вопрос о каких-то там немыслимо дорогих картинах то редко вы увидите картину с изображением чего-либо ну такой вот знаете так скажем чтобы радовало глаз я не говорю понятное она там может быть каждый как там по-своему будет видеть а чтобы радовало глаз то есть картины вот которые стоят там десятки сотни миллионов каких-то долларов они просто бредятин а бред сумасшедшего но чем я вот вам говорю чем бредови вот это вот ересь тем значит вот это сообщество вот этих вот всех искусствоведов она будет обязанным значит подчеркнуть свою глубину понимание вот это вот вот этой картины в том что он вам быдлу который вот пришел там например там на какую-то выставку или там я не знаю как это там называется бина ли и они вам там объяснят не объяснят чтобы вы все поняли я еще давно давно еще с детства думаю вот чё прицепились черный квадрат то мать его ну ну не могу я извините не могу не сказать про черный квадрат это черный квадрат просто черный квадрат я напишу нарисую лана нарисую я не пишу нарисую черный квадрат ты нарисуешь кто угодно нарисует черный квадрат это будет херня это будет подделка и это будет просто жопу вытри А вот Казимир Малевич, это же совсем другое дело, вы понимаете? Это просто, это гениально, гениально. Это я волосы рву от гениальности, волосы рву на себе от гениальности того человека, которого я понять не достоин. В общем подделки это все, подделки людей обычных, а другие люди есть такое сообщество и они решают, вот этот вот будет искусством, а этот будет никем неизвестным мастером и вообще просто и не знает его никто. И вы прекрасно даже наверное слышали, что многие художники обретали славу после смерти, а ведь очень здорово обрести славу после смерти. Почему? Берем какое-нибудь, господи, изображение, вот берем изображение, например, вот под рукой у меня гениальность уже. Представим, что это какой-то там художник. И вот он умер, и другие критики берут и рассказывают, да что же они здесь видят, да какая глубина, да что хотел нам передать автор. А мы вот в том времени были тупы и не могли понять, но сейчас родились люди, которые смогут об этом говорить и напишут об этом лекции, может быть защитят диссертации скорее всего. И о боже, эта картина, которая ни хрена не стоила, сразу стоят миллионы. А автора-то мы уже не спросим, он в сырой земле лежит, мы его не спросим, что ты там рисовал вообще, о чем речь-то была. Нет, он молчит. И они начинают рассказывать, вы знаете, сколько можно ереси про одну и ту же картину от разных источников услышать, от разных искусствоведов, которые разбираются. И когда я слышу вот это искусство, блин, прям я не могу, господи, какое нахрен искусство в современный какой-то музей, где вот выставки проходят, вы придите. Вы когда увидите, что сейчас называется искусством, у вас пошатнется просто, как бы сказать, что может пошатнуться, то и пошатнется. Потому что называется сейчас полнейшим бредом искусство. И вот началось это с Малевича еще, шутка была. Ну, может быть это не с Малевича началось, но я услышал первый раз, скажем так, о черном квадрате и понял, что... Вот это вот, вот это вот, знаете, блять, ну что, все с ума что ли зашли, я что, я ребенок и я вижу, что король голый, а вы все там, блять, но вы поняли, хочется, очень хочется сильно материться, когда я слышу искусство. И вот я сейчас уверен, когда меня кто-то вот, меня там, мужика лапотника, да, мужик я лапотник, меня какой-то послушал какой-то чувак, который учился, закончил сначала училище, потом еще что-то, еще, вот он умеет, он пишет картины. И он смотрит и может быть даже насрет в комментариях такой, знаете, да как ты можешь что-то ты говорить об искусстве, ты хоть что-то в нем понимаешь. Вот и все, понимаете, чтобы мне, мужику лапотнику понимать что-то в искусстве, мне надо жизнь прожить, и тогда я смогу осмыслить глубину мысли, понять тех художников, которые это создали. И вообще, как я могу говорить об искусстве, пошел я однажды с девушкой, которая тоже занималась на фортепиано, красивая, красивая очень телочка была, знаю, женщины не любят слова телочка, поэтому я его и говорю, красивая телочка была, молоденькая, и пошли мы с ней в консерваторию на концерт Прокофьева. Прокофьева, у меня с этим словом теперь связаны такие головные боли, в общем, Прокофьев, рояль, все круто, консерватория, думаю, сейчас я напитаюсь вот тем самым, понимаете, не то, что тут что-то какое-то попсятину галимую, слушайте, а напитаюсь искусством. Я не помню, сколько, то ли час, то ли 45 минут был там один акт. Я сидел, я сидел, слушал Прокофьева, я сидел, слушал, я думаю, что им можно пытать людей, пытать. Потому что, знаете, там как идет, там идет, вроде бы, вроде бы раз и пошло, пошло, улавливаю мелодию, дальше ее понимаю, как она должна идти, и тут вдруг резко херак, та-да-дам, и совсем другое пошло, просто совсем другое. Это не какие-то были разные произведения, а это была вот одна, вот Прокофьев так видел, и вы понимаете, что, ну, я сейчас до этого по живописи, а сейчас немножечко о музыке, в которой я тоже ни хренище, естественно, не понимаю, чтобы ее понять, нужно закончить, что-то закончить. Только тогда иметь возможность судить, вот, когда у меня руки на столе, сшатается стол, я все время хочу их убрать, чтобы камера не дребезжала. В общем, думаю, а смотрю так на других людей, поглядываю, и вижу, что они, ну, не сидят вот так вот, когда это все кончится, не сидят, думаю, блин, может я тупой, может я тупой, и потом, я ничего не говорю, сижу, и потом моя вот эта спутница, которая тоже фортепиано занимается, и она говорит, слушай, давай пойдем, а там еще должна была быть, я не знаю, как это у них правильно называть, ну, в общем, второй акт и еще столько же, и она говорит, давай пойдем, я говорю, да, конечно, давай пойдем, я уже наслушался. Ну, вы меня поняли, она прям вот просто, она говорит, а мы потом вышли, и она говорит, я не могу больше это слушать. Ну, вот так вот, ребят, не знаю, может быть сумбурно как-то, может быть излишне эмоционально, ну, как вот, как здесь без эмоций, когда, знаете, вот весь мир здесь вот пляшет вокруг этого слова, и вот искусство, это что-то там, где-то высоко, вот те люди, которые занимаются искусством, они возвышены, все остальные, это тупое быдло, и вот, вот я. Да, и я смотрю просто, и это король голый, никакого нахрен искусства нет, есть поделки, человек что-то хорошо делает, а что-то плохо, так вот, есть люди, которые делают что-то плохо, вообще, нихрена ничего не умеют делать, но нарисует три кружка, или там, например, большой холст, я помню, тоже такая есть картина, не знаю, вот сейчас вот прям можно найти, это очень быстро все найдется, огромный холст, там какой-то, по-моему, японец, и где-то вот, ну вот, то есть, если еще сейчас я возьму одну картину, которые у меня тут лежат на заготовке, вот такой вот холст, и вот здесь вот где-то вот здесь вот красный такой кружок нарисован, тоже миллионы, миллиарды это все стоит, и, ну, естественно, оно стоит не потому, что там он написал такой ценник, а потому что за столько люди готовы это купить, вот так вот, все, увидимся в следующий раз.